КОВИД-19 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 Это тоже очень важно. То же самое с перчатками. Перчатки тоже, если вдруг по какой-то причине вы одели, то есть их нужно правильно снять, после этого помыть руки, после этого еще раз продезинфицировать. И не дай бог, если ты этими руками, в этих перчатках потрогаешь лицо, потрогаешь глаза. Поэтому сейчас большинство стран, еще раз, как говорится, их направление профилактики заключается в том, это ношение масок, дезинфекция рук, мытье рук, расстояние. Министерство здравоохранения с начала пандемии занималось очень серьезно этим. Но с конца июня, чтобы снять нагрузку со скорой помощи, чтобы снять нагрузку с госпиталей, занимается тоже очень большим делом. Значит, при поликлиниках созданы специальные такие подразделения, которые получают информацию с колл-центра. И любой заболевший человек может позвонить участковому врачу. На основании вот этих звонков полученных, наша вот эта группа людей, которая, да, бригада, она садится на машину и объезжает этих людей дома. Это все бесплатно. Они остаются дома, их просят по телефону, останьтесь дома, мы сами подъедем. То есть они приходят в специальных костюмах, все у них полностью экипированные. Они заходят домой, берут тесты у него и у контактных. То есть дома все, кто даже самый маленький, 5-месячный, 6-месячный, только родившийся, у него тоже берут и отвозят в лабораторию. После получения этого ответа мы знаем, если он положительный, то мы дальше наблюдаем за ним 2 недели. Участковые врачи звонят каждый день к нему домой, спрашивают его состояние. Помимо этого мы еще бесплатно привозим пакет препаратов. В этом пакете у нас и витамин С, и витамин Д, селен, цинк, магний и парацетамол. Но это все касается только легких форм, малосимптомных, бессимптомных. Они остаются дома, 14 дней наблюдаются. И уже мы раздали более 6 тысяч препаратов, пакетов, не препаратов, а пакетов. И эти дома, люди, которые остались дома, они все выздоровели, последствия не были. Как сказать, госпитализируемые были в очень малом количестве. И таким образом нагрузка со скорой пошла на нет, и нагрузка с госпиталей пошла на нет. Сейчас вот всплеск. Если все будут соблюдать ношение масок, дезинфекция рук, расстояние, это очень важно. И я просто хочу еще маленький такой пример привести, что были проведены и эти исследования. То есть если даже человек, который заболел, заразился, но у него только начальная стадия симптомов, он еще даже не знает, что он еще позитивный или негативный. Встретился с человеком, который нормальный, здоровый человек, но они оба в масках, заражение 1,5% всего. Те, которые без масок, заражение больше 90%. Это очень важно знать. Поэтому и вирусная нагрузка тоже маленькая, тогда и симптомов мало, тогда и все будет проходить в легкой степени. А тогда, когда мы все без масок, то расстояние не держим. И встретились с человеком, у которого уже начинающий вирус, но он еще сам тоже не знает, то заражение может быть 90%, естественно, с большой вирусной нагрузкой. Спасибо большое, Инара Ханом. Я напомню, мы беседовали с заведующим отделением Центра общественного здравоохранения, Министерства здравоохранения Инарой Макаевой. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok